Всем привет, с вами Макс, канал Сигвы Россия. Сегодня проведем обзор, краткий обзор на электросамокат GTM4 Pro. Электросамокат GTM4 Pro поставляется в трех версиях. У них разница только в аккумуляторной батарее, ну и в цене. 11, 13 и 17 ампер часов. Данная версия у нас 11 ампер часов. Стоимость ее примерно в районе 28 тысяч рублей. Вот имеет характеристики 48 вольт, 500 ватт, 11 ампер часов. Дальность хода данного самоката составит примерно 25 километров. Максимальная скорость в районе 45 километров в час. Опять же, в зависимости от поверхности и веса райдера. Вот сам самокат имеет переднюю и заднюю подвеску, хорошую амортизацию, то есть надувные 10-дюймовые колеса. Выглядит стильно круто. Единственное, что мы поменяли, это вот эту вот наждачку красную заменили на черную с зеленой фосфорной полоской. То есть ночью она будет подсвечиваться, выглядит очень достойно. Данный самокат, в принципе, имеет минимальное отличие с Kuga M4 Pro 2019 года, но имеет также ряд преимуществ. А именно, это задняя подвеска, она на втулках, у M4 Pro там одна, ну вернее две втулки, здесь их уже четыре. Вот и алюминиевый рычаг толстостенный здесь, то есть внушает доверие. Также амортизаторы здесь чуть доработанные, более как лучшая амортизация на них. Вот, сидение, второпластовая втулка, здесь уже она потолще, посерьезнее, сидение не проскальзывает, амортизация у него хорошая. И что немаловажно, потерпело изменения, это передний рулевой вал. То есть рулевая стойка, как мы знаем, у нас постоянно разбалтывается, здесь уже такого не будет, потому что здесь стоит распорная втулка между верхним и нижним подшипником. И теперь мы можем на фиксатор резьбы и очень сильно протянуть, и у нас не зажмет подшипники. Вот у нас самокат после предпродажной подготовки, очень сильно затянули, вот он, крутится легко. Еще очень большое преимущество, как я считаю, это ограничители руля. То есть при падении или при переноске самоката зачастую выворачивается руль. То есть как сейчас M4 Pro идет 2020 года, там нет ограничителя и может даже потянуть проводку или передний тормозной трос. Здесь этого не случится, потому что ограничивается ход. Вот. Никаких лишних надписей у нас на стойке нет, то есть в черном стиле он реально круто выглядит. И что немаловажно, это сигнализация. Сигнализация у нас блокирует заднее мотор-колесо, в принципе, как на версии 2019 года. Освещение у нас спереди, сзади, также поворотники, тормоза, то есть все реально круто. Еще преимущество, как я считаю, это гидроизоляция с завода. И второй момент, то что проводка здесь находится вся в нижней части деки вместе с контроллером. В боковых крышках особо ничего вы не увидите. В случае, как с M4 Pro, там куча проводов, чтобы их запихнуть или сделать гидроизоляцию, надо их запихивать, укладывать и так далее. Здесь этого нет, потому что здесь обе стороны пустые. Вот одной рукой вы можете вот защелкнуть эту крышку без каких-либо усилий. Вот, пожалуйста. Вот самокат на самом деле получился такой сбитый, внушает доверие, надежный. Вот за эти деньги, я считаю, это лучшее решение, лучший выбор, потому что стоимость с такими характеристиками относительно небольшая. Вот. К покупке я однозначно его рекомендую. Поэтому, если у вас есть такой самокат, такая модель, отпишитесь, как он в эксплуатации. Вот. Если есть какие-либо вопросы, тоже пишите в комментарии. С вами был Макс, канал Сигвы Россия. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока!